Может вообще не стоит подключать монетизацию и ехать только на реферальных ссылках и требования к каналу с монетизацией строже? Очень хороший вопрос. Друзья, давайте про монетизацию. Я вообще не рекомендую молодым каналам подключать монетизацию. Вот смотрите, то есть вот давайте, давайте честно говорить, да, как это работает. Вы молодой канал, у вас еще мало просмотров. Мало. У вас миллион будет за полгода. Соответственно, вы за полгода заработаете, ну там сто долларов. Но у вас в каждом ролике будет реклама. Раз. Она будет отпугивать. Два. В вашем ролике может быть реклама конкурентов. Ну, они могут вполне себе забирать даже ту толику тех зрителей, которых вы к себе там по крупицам собираете. Они будут типа, хочешь узнать, как сделать наваристый борщ? Смотри, тысяча рецептов там на канале там про борщи. И люди уходят к вам. Третий момент. Не секрет, к тем каналам, у которых уже подключена монетизация, особо пристальное внимание. Почему? Потому что как бы там всевозможные, ну какие-то крикбейты там, накрутки туда-сюда. И это опять мое личное умозаключение. У тех каналов, у кого включена и активно используется монетизация, к ним правило несколько строже. Поэтому ради чего? Ради ста долларов вы будете подключать монетизацию. У нас в школе видеоблогеров есть огромный плац, где мы пока не рекомендуем. Более того, существует такая миф. Причем я официально спрашивал у Ютуба, вот, о том, что если… Я в это сам верил, друзья. Потому что, по большому счету, если… И с точки зрения логики, да, то Ютубу выгодно продвигать ролики, на которых он зарабатывает. И поэтому, если ваш ролик приносит Ютубу деньги, то, по идее, он должен его поднимать выше и продвигать. И все американские, русские Ютуб суппорт однозначно говорят, что никак не влияют на продвижение монетизации, но они могут говорить все, что угодно. Поэтому это все, как это, не есть истина в последней станции. Но я не рекомендую, потому что любая реклама – это минус 20% от ваших зрителей сразу. Поэтому так. Звоните, пишите, приходите. Мы всегда рады новым друзьям.